Всем добрый вечер, особенно нашим зрителям, которые не смогли участвовать в YouTube-эфире по причине плохой технической связи. Еще раз приношу извинения, со стороны Елены были неполадки в скорости интернета. Мы попробуем сейчас провести эфир в Instagram. Сейчас я жду, пока появится Елена. Напомню о том, что сегодня тема нашего эфира – это изменения в законодательстве, которое касается иностранцев в Испании. Это было неожиданное, как говорит Елена, принятие решения про изменения довольно положительное, а мы все давно ждали таких позитивных новостей. Елена Капралова недавно в своем Instagram написала серию постов про эти изменения. Я вчера… Так, кто-то мне направил. Лиза, здравствуйте. Начнете со студентов? Я думаю, что да. Думаю, что да. Я почему-то вижу запросы на присоединение, но не от Елены. Кто-то хочет к нам присоединиться? Но, Сергей, связь хорошая у меня была и там. У Елены была проблема со связью. Я надеюсь, что у Елены сейчас будет связь лучше здесь. Сейчас я напишу. Елены пока не вижу. Сейчас я напишу ей, что я здесь. Так, я… Если увидите, что Елена зашла, я не вижу моих книг. Можете пока писать вопросы. Елена, только… Так, Елена пишет, я здесь. Может быть… Секундочку… О, все. Теперь вижу. Я хотела добавить много участников. Так, я приняла. Ой, как… Как мы сразу… И как крупно. Так, куда же поставить телефон? Так, друзья, спасибо, что вы все еще с нами. Нас уже 27 человек. Благодарим всех за терпение. Елена, видишь, тема действительно важна и нужна. Потому что все больше людей присоединяется. Несмотря на то, что мы судьбу перенеслись в Инстаграм. Давай больше не откладывать. И сразу перейдем к теме. Благодарим всех, кто нас дождался. Да, сразу к делу. Значит, с мнением, которое… О, Елена, все-таки у тебя, да, скачут и здесь. Друзья, лучше слышно, Елена, здесь? Ты свой звук выключи. Тебя очень слышно. Слышишь? А, все, ты выключила. Все, меня хорошо слышно теперь? Теперь лучше, да? Ну, все. Значит, смотрите. Не слышно. Меня не слышно? Пишут, что не слышно. Кого не слышно? Пишут, меня не слышно. Да что ж такое-то? Нет, нормально слышно. Было не слышно, сейчас нормально. Все. Сейчас нормально. Ну, то есть, начинаем, да? Окей. Итак, общая цель принятых изменений, да, это, как было изначально заявлено во вступлении к этим изменениям, это упростить доступ иностранцев к испанскому рынку труда. Поэтому, в основном, все изменения направлены именно на упрощение доступа испанцев, вернее, иностранцев к испанскому рынку труда, то есть к труду. Итак, первый блок – это студенты. По студентам, как я уже сказала, те, кто не едет учиться на высшее образование и профессиональное образование, те студенты могут получить право на работу также по прежней, можно сказать, процедуре, но упрощенной. То есть, нет такого, что всем студентам дали автоматически право на работу. Просто упростили, снизили требования к контрактам, к началу своей деятельности, к АКП и так далее. То есть, как бы, основываясь на этом, миграционные органы будут проще рассматривать эти заявления и, соответственно, проще давать. Право на работу плюс к студенческому пребыванию. Увеличили количество возможных часов для работы. То есть, не 20, как было раньше, а теперь можно работать 30 часов в неделю. Это касается всех студентов. И самое главное, что те студенты, которые едут учиться на высшее образование, те, кто едет учиться на профессиональное образование, те, кто повышает квалификацию и так далее, то есть, у кого в конечном итоге будет выдан документ о получении конкретной специальности, которая позволит в дальнейшем работать, вот эти студенты получают право на работу автоматически вместе с выданной картой студента. То есть, хоть вы приехали по визе из своей страны, хоть вы здесь получили свою студенческую станцию, теперь, если вы едете за получением профессионального либо высшего образования, вы можете работать сразу автоматически вместе с выдачей вам карты студента. Важно, важно, что эта работа, тем не менее, должна быть связана с тем обучением, которое вы проходите. То есть, максимально должна быть привязка. То есть, например, нельзя идти работать, не знаю, там, учителем, участь при этом на врача. Ну, это образно и очень грубо, да, поэтому будьте внимательны. Всегда любой острый угол можно обойти, скрасить, по-другому преподнести работу или учебу, если это возможно, и как-то вот сделать компотабилитат, да, то есть, соотношение работы и учебы. И... Лен, скажи, пожалуйста, Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, для чего вообще эти изменения? На рынке Испании нехватка кадров? Почему так вдруг иностранцам стали нужны? Я сама удивляюсь, потому что, по сути, мы знаем прекрасно с тобой, что экономическая реальная ситуация в Испании, она не очень хорошая, да, то есть биржи труда переполнены, по сути, востребованных рабочих мест достаточно мало, и вдруг еще и иностранцам делают такие послабления. Поэтому, честно сказать, я много об этом размышляла, но какого-то логического объяснения я не нашла, да, то есть либо испанцы сидят все на пособиях и просто не хотят идти работать, и с помощью иностранцев хотят подвигнуть к этому, да, либо надеяться на то, что наоборот, мы, иностранцы, начнем создавать через свою работу рабочие места для их, ну, либо я еще не знаю что, да, то есть просто хотя бы хоть как-то за счет работы иностранцев поднять испанскую экономику, потому что, наверное, уже... Я думаю, что они решили научить все-таки местных людей, не только испанцев, но тех людей, кто давно здесь живет, не испанцев, немножко работать более качественно, так сказать. Обычно, что у нас сейчас открыто две вакансии, вот я не могу найти двух людей, у нас требуется менеджер по образованию, менеджер по страхованию. Это действительно большая проблема, найти людей, кто хочет работать, кто понимает, что такое качественная работа и так далее. Возможно, такое решение, изменение поможет предпринимателям находить людей, которые действительно хотят работать, а не просто пользоваться тем, что все сотрудники очень защищены в Испании законом и могут расслабиться на съездах, и так далее. У меня тоже в клиентах есть несколько солидных компаний, которые мне отправляют заявки на работников и просят действительно найти там одного или другого работника, но, к сожалению, они не могут этого сделать, да, то есть уже по несколько месяцев они не могут найти работника для замещения вакансии, поэтому, да, способных, наверное, да, или теоретически возможных людей к работе, они есть, да, и испанцы, и иностранцы и так далее, но люди, которые реально готовы работать и приносить пользу своему работодателю, либо работать на себя, таких, наверное, все меньше и меньше имеющимся народонаселения Испании, да, и, может быть, это будет некий толчок, некий импульс, вот, не знаю, второе дыхание откроется у испанской экономики, но посмотрим, да, ведь сейчас эти изменения еще должны были в силу, ведь иногда благое начинание в законе, я как юрист уже огромным опытом работы в разных странах и в разных сферах, я четко понимаю, что очень часто благие начинания вот на бумаге, да, они вот заканчиваются, сейчас мы еще должны посмотреть, как оно начнет работать на практике, и чтобы тети и дяди, извините, которые сидят в экстранхерии, действительно начали исполнять закон, а не так, что вот, ой, вы знаете, а мне кажется, и так тут вас уже на волок, и моим там родственникам испанцам работать негде, поэтому вот вам красный крест, они права на работе, ну, то есть вот дай бог, дай бог, потому что еще один момент, кроме того, что расширяется доступ в целом иностранцам к рынку испанского труда, еще и создается новый, даже не департамент, я не знаю, это можно назвать таким шоковым планом, вот с точки зрения работников экстранхерии, их количество вроде как должны сейчас массово увеличить, создать целый новый департамент, и в течение короткого срока они должны разобрать все завалы, которые уже скопились в экстранхериях по всей Испании, да, у меня есть дела, которые в экстранхерии Валентии 9 месяцев, где-то когда-то выскочит запрос, и опять тишина, и все это именно на рынке труда, то есть такое ощущение, что они не знают, как пользоваться-то прежним законодательством, но на самом деле такое завуалированное, и в некоторых местах абсолютно непонятное, сейчас кое-какие дыры в законодательстве более четко прописали и закрыли, но я вижу, что открылись и новые, поэтому практика покажет, практика покажет. Спасибо. И самое главное для студентов, что сделали, я считаю, что вот это вот все упрощение к рынку труда и так далее, и раньше тоже, кто хотел, его получал. Самое главное для студентов, это убрали обязательный трехлетний срок нахождения в статусе студента, чтобы иметь право запросить ВНЖ с правом на работу. Вот это я считаю прям вот ура. Конечно. То есть вы приезжаете студентам в Испанию для обучения в любом качестве, в любых курсах, в любом учебном заведении. Год достаточно. Даже не сказано сколько, даже не год, а сказано после успешного окончания обучения вы вправе при наличии рабочего контракта, то есть кто-то вас берет на работу, получить ВНЖ с правом на работу. То есть вот эти теперь три кабальных года, которые мы должны были тупо сидеть, и самое простое, но самое дорогое, это сидеть на курсах языковых и из года в год продляться, и учиться на курсах только ради того, чтобы отсидеть эти три года здесь и иметь легальное пребывание, теперь этого нет. Теперь вы приехали, отучились, и можете сразу, найдя работодателя, подавать документы на ВНЖ с правом на работу. Вот, что здесь важно? Да по сути все, да, со студентами все, вот это самое главное. Через год, да, вот это самое главное, что через год можно... А требования к работодателю не упросили? Все так же будут серьезно проверять компанию и так далее? Здесь, они так, в законе это сначала в одной статье, потом в другой статье у нас эти все изменения. Так, где у нас авторизацион? Так, сейчас, Forest Studios. Требования те же, которые и к начальному получению ВНЖ с правом на работу. Но это ВНЖ с правом на работу, требования к нему, они тоже снизились. То есть, как бы работодателя все равно проверяют. Работодатель все равно должен быть экономически стабильным и все равно, как бы, должен уже проработать на рынке, его проверит экстранхерия. Но, тем не менее, даже сам факт права просить ВНЖ, не дождавшись окончания трехлетнего срока, а когда вы только закончили обучение, это уже большое благо. Посмотрим, как будут проверять работодателей, но, тем не менее... Сразу вопрос по теме, я как класс народа буду зачитывать. То есть, можно работать, если нет пока резиденции, но есть только студенческий билет? Да, но если вы учитесь в высшем учебном заведении или если вы пошли учиться на профессиональное образование. То есть, по курсам испанского языка сразу работать нельзя. То есть, если вы приехали как студент с курсами испанского языка, то нельзя сразу идти работать. Понимаете? Нужно запрашивать как раньше авторизацию. Право на работу, как и раньше. Но на более... А вот если вы приехали учиться в высшее учебное заведение, или вы там после курсов языка поступили в ВУЗ, то вы вот, когда вы поступили в ВУЗ, вам автоматически дается право на работу. На 30 часов в неделю. Также ограничено. У тебя пропала связь, когда ты сказала, что по языковым курсам вы можете запрашивать работу, когда что, и ты пропала. Ты сказала, по языковым курсам вы не можете сразу работать автоматически, вам также нужно запросить авторизацию. И какая-то фраза была наверняка очень интересная. на 30 часов, а не на 20, как раньше. А, вот. Поняла. Увеличилось только количество часов. И сама процедура. Так. Увеличилось количество часов, да. Так. Дальше. Какие еще у нас следующие изменения? По поводу... Вот еще сразу про студентиков. Сейчас, чтобы по уходу... Давай, благодарю всех за вопросы. Друзья, задавайте вопросы. Мы будем по мере продвижения отвечать. Здравствуйте. Будет ли этот закон действовать на студента, который уже тут? Сранее спасибо. Ну вот я в конце хотела сказать, как будет этот закон действовать на тех, кто уже подал, или кто... То есть те, кто уже тут на сегодняшний день, то, что они имеют, они с тем и останутся. Но когда у них закончится, например, первый год, если год обучения закончится после 16 августа, когда вступят в силу эти изменения, то они могут уже не запрашивать продление на следующий год, а если у них есть работодатель, они могут пойти сразу на работу. То есть если вы уже год, два там я не знаю сколько, отбыли здесь и закончили свое обучение. То есть не сказано в законе, сколько нужно отучиться. Сказано, что нужно закончить образование. То есть на какой стадии образование здесь считать законченным, это, конечно, тоже вопрос, да, если мы говорим, например, про курсы испанского языка. Но по сути, если вы, подавая заявку на студенческую станцию, заявили, что вы идете, например, осваивать курс А1 или там А2, то, соответственно, получив сертификат об освоении успешном этого уровня языка, ваше образование может стать оконченным. Даже не год, даже, например, 7,5 месяцев. Они ведь не указали срок? Минимальный срок для долгосрочной визы? 7? Конечно. Да, потому что можно же учиться там интенсивно, можно медленно, можно учиться быстро. У каждого, как говорится, свой режим. А требования не убрали 4 часа в день, 5 раз в неделю? Нет. Для этого не... Да, ничего не изменили. То есть 20 часов в неделю нужно учиться. То есть с точки зрения подачи на студенческую визу никаких изменений не было. Именно вот все связано с работой. Упрощение. И как написано, опять же, вводной части закона, что в этих изменениях, то тем самым Испания делает более привлекательным обучение студентов в испанских вузах. То есть им интересно, это ведь не только касается там россиян или украинцев, да, то есть граждан третьих стран так называемых, да. Это ведь касается и тех же европейцев, которые сюда просто приезжают учиться, получают те же студенческие станции, да, и могут, имеют право здесь работать тогда, если они учатся в высшем учебном заведении. По сути, на них эти правила тоже распространяются. Им, конечно, проще, если они здесь остаются, получить уже ВНЖ в своем режиме более серьезном, но можно и по студенчеству тоже идти. Вот. Прошлый год от Евгении. После года обучения ИП возможно оформить? После года... Ну, возможно, возможно. Тоже возможно, да. То есть раньше это все можно было после трех, а теперь все. Да. Вот так. Да, да. Так. Добро. Вопрос про райка социальной, это мы немножко позже вернемся. Сейчас пока студенческая виза, еще про них. Отучивших 8 месяцев по языку, найдя контракт на работу, можно подавать на рабочий ВНЖ? Да, можно. Если вы закончили свой курс обучения, который вы заявляли. То есть сейчас практика, она внесет уже более конкретику, да, то есть мы будем понимать, что законодатель вложил во фразу «иметь как бы оконченное обучение». Имея оконченное обучение, можно подавать на контракт на работу. То есть они сказали, что для того, чтобы перейти в ВНЖ, нужно найти работодателя, подать рабочий контракт с условием каким. Самое главное, что у нас. Так. Сейчас, секундочку. Потому что мы скачем с одного места на другое. Некоторые вопросы повторяются снова. Можно ли студента открывать ИП? Да, можно. Через год, когда вы отучились в Испании как студент. То есть должен быть работодатель с рабочим контрактом и вы должны доказать, что вы успешно закончили свой курс обучения, профессионального образования, там, практики и так далее. То есть на основании которого вы получали изначально студенческую визу. Поэтому конкретнее будем уже смотреть все на практике. А вот такой вопросик. А если уже закончен вуз, магистратура, вернее, вернее, а если уже закончен вуз, вернее, магистратура, но резиденция давно просрочена, то есть на нелегальном положении сейчас, то уже толку от этого диплома нет? Есть что-то для бывших студентов? Ну, ничего такого нет. Только подавать по асусиале или по айгулабураль, к чему мы сейчас идем. Если во время студенчества студент успел поработать, то есть сейчас выходить только на АРАЙГО, то есть на легализацию по АРАЙГО и с этим, используя диплом, находить себе работодателя по профессии. То есть какого-то... Какого-то... Ой, извини, интернет схватит, мы иногда вместе говорим, потому что интернет из-за мажет. Вот, ну, то есть нет, только выходить через оседлость уже потом. То есть если отступил себе то время, то есть подавать на... Переходить со студенчества на рабочую можно в том моменте, пока вы еще студент, да? То есть в этом моменте. И, соответственно, вы подаете на рабочую резиденцию, найдя работодателя, но если вы уже вышли в нелегальное положение совсем, да, и уже давно обучение, здесь уже выходить только через АРАЙГО СОСИАЛЬ. Следующий вопрос. Вот приеду по турвизе получать второе высшее. Как оформить студвизу, в каком порядке, в какие сроки? Ну, здесь ничего не изменилось? Здесь ничего не изменилось, да. Поэтому сейчас рассказывать, как оформить студенческую визу, я думаю, смысла нет, иначе... Да, по этим вопросам давайте мы сделаем какие-нибудь другие визы, студенческие визы, одно из основных направлений у нас, но в них просто не было перемен, изменений никаких. Сейчас давайте поговорим именно про изменения, которые коснулись. Вкратце скажу, как оформить, просто приезжайте, у вас еще должен быть месяц официального пребывания здесь, у вас должен действовать паспорт на весь срок, на который вы запрашиваете визу, у вас должна быть справка о несудимости, актуальная справка медицинская, 7-8 тысяч евро на счету, страховка и подтверждение зачислений. Все это подаем, и обычно в течение месяца есть положительный ответ. Мы подавали, у нас в течение двух дней пришел ответ. Здесь все зависит, как повезет. Да. Дальше. ВНЖ с правом на работу. То есть те, уже находятся в Испании, и у кого уже есть право на работу. Самая главная феноменовая новость, это что теперь ВНЖ на работу будет продляться сразу на 4 года. То есть не по прежней схеме 2-2, да, а, например, если вы приехали в Испанию, не знаю, там, приехали первый год по новой феноменции, как большинство, будем рассматривать самые такие широкие примеры. Приехали по новой феноменции, после года, когда вы прожили в Испании, вы получаете право модифицировать свое ВНЖ на ВНЖ с правом на работу. Делали модификацию на ВНЖ с правом на работу и получили ВНЖ с правом на работу. И вот следующее же продление у вас будет сразу не на 2 года, а на 4. То есть, соответственно, первый год по без права на работу, дальше вы получаете ВНЖ с правом на работу еще на 1 год, и сразу потом на 4. То есть, у вас уже будет 6 в совокупности. То есть, когда вы проживете 5 процессов, находясь ВНЖ с правом на работу, вы можете подавать на ПМЖ. Везет же людям. Везет же людям. У меня только в недвижении будет. Такой счастлив. Причем, причем теперь, если даже вы находитесь в статусе наемного работника, да, по контракту, при продлении сразу на 4 года, вы получаете автоматом еще и право на работу как автонома. Поркуэнто пропия. И если вы были Поркуэнто пропия, автонома, то также первое же продление получаете на 4 года, которое дает вам право работать, и Поркуэнто Ахена. То есть, теперь не нужно вот эти сумасшедшие модификации, через которые ты прошла, я когда-то туда-сюда, бесконечно долгие, с огромными пакетами документов. Вот это теперь убрали. Это, я считаю, великое счастье, что теперь просто, имея право на работу первичное, сразу продляемся на 4 года и получаем автоматом право работать хоть по контракту, хоть на себя. Это супер. Это супер, да. И что важно, что теперь, так как ситуация на рынке труда очень нестабильная, много увольнений, пандемия, война и так далее, то есть, это вызвало уменьшение, это вызвало снижение требований к количеству необходимого отработанного времени, чтобы иметь возможность получить это продление. Вот, например, получили первое ВНЖ с правом на работу по контракту, отработали 3 месяца и вас уволили. Или вы сами уволились, да, то есть, или компания ликвидировала, ну, то есть, любое основание. Так вот, если раньше для того, чтобы получить продление ВНЖ с правом на работу, нужно было отработать минимум 6 месяцев из 12, то теперь достаточно 3. Теперь можно... Как не идет? Ты помнишь, у меня 2 дней не хватало? Не хватало, да. Сейчас напомню. Поэтому теперь 6 месяцев из 12, и когда на момент начала, на момент подачи запроса нужно иметь либо уже подписанный новый контракт и альта в Сигуридацию Сиаль, то есть, 3 месяца отработали, потом, допустим, сколько получается, ну, пусть 8 месяцев ничего не делали, отдыхали, и перед подачей, там, на 9 месяц, то есть, на 12 в целом, подписали новый контракт и подали документы на продление с новым будущим контрактом, но который уже подписан и вам дана альта в Сигуридацию Сиаль. вы получаете продление 100%. Или второй вариант в ВИЛИ, что можно показать контракт, дата начала действия которого будет привязана к дате выдачи продления по ВНЖ. То есть, не обязательно, что уже вас работодатель принял и дал вам альту в Сигуридацию Сиаль. Достаточно просто показать, типа, предконтракт получается, да, то он вас примет на работу, но в дату, когда вы получите продление по ВНЖ. И тогда, когда вы получаете продление, он вам дает альту в Сигуридацию Сиаль и с ней вы идете и уже получаете карточку в полиции. А если не дает? Что не дает? Ну, работодатель сказал принял, потом не принял, и что, в карточке откажут? Это все отдельно прописано в законе, как бы сейчас мы этот вопрос поднимать не будем. Хорошо. Это в здании нет, нужно опять уведомить, то есть тогда работник обязан найти другого работодателя, подать новую заявку в экстранхирию, этого работодателя должны одобрить, ну, то есть нужно будет пройти дополнительную административную процедуру. Пока, говорим, то есть это хитрить не получится, в том плане, что я попросил друга напиши мне, что ты меня примешь, потом не примешь, так не пройдет вариант, да? Нет, не получится, да. И можно просто на бирже труда, как ищущий работу, да, и получить пособие по безработице. Соответственно, вот это тоже дает право продлиться, то есть если вы проработали определенный период с правом на работу, то это также дает право на дальнейшее продление. так, так, а, и вот еще, что важно, что важно, это все, что я сейчас сказала, да, о продлении, это для тех, у кого уже есть право на работу здесь в Испании. Какие же облегчения есть для тех, кто еще только планирует поехать сюда с правом на работу? Вот здесь мы знаем, что есть такое понятие в Испании, как необходимо учитывать ситуацию на местном рынке труда, то есть национальную ситуацию с трудоустройством. Это как раз вот эти выполненные биржи труда, когда нам экстранхерия, миграционные органы, консульство говорит, а зачем вам брать этого работника, когда вот там на биржах полно народу, берите оттуда. И соответственно по закону у работодателя было обязательство, прежде чем нанять иностранного работника, не находящегося в Испании, то есть у которого нет права непосредственного доступа к рынку труда, работодатель должен был запросить биржу труда, то есть разместить там вакансию и ждать, чтобы с местной биржи к нему пришли люди, то есть кандидатуры на открытую вакансию. И только если никто не придет, он имел право взять работника из другой страны, то есть иностранца. И вот этот срок ожидания, вот этот был 30 дней. Сейчас этот срок ожидания, то есть не убрали эту процедуру, она также осталась, но срок ожидания сократили до 8 дней. То есть теперь, если за 8 дней никто не пришел, все, работодатель имеет право запускать процесс оформления ВНЖ по контракту с правом на работу для работника иностранца, который не находится на территории Испании. Сколько же приедет наших? Я представляю, сколько же наших приедет? Я думаю, рынок недвижимости просто взорвется. Да он уже, по-моему, уже все не просто на рынке недвижимости в том числе. Ну, то есть я не скажу, что вот это вот сокращение с 30 до 8 как-то значительно упростит процедуру? Нет. Но оно хотя бы сократит ее по срокам. Да, то есть все равно необходимо получить вот это одобрение с биржи труда, что работника не нашлось в любом случае. Но, по крайней мере, это не нужно будет ждать месяц, потом еще ждать, а пока же, пока тебе выдадут это разрешение. Теперь 8 дней мы ждем, и в течение трех дней биржа должна дать свое заключение. То есть их лимитировали по сроку, а то был месяц и плюс еще месяц. То есть это все затягивалось очень надолго, и работодатель уже на этом моменте терял интерес к этому работнику, если на самом деле это было так. Так, дальше, что с правом на работу? Сейчас, что-то я здесь готовила, готовила себе все свои записи, и уже сама сбилась с них, ну окей, идем дальше. Идем дальше. Так, давайте сейчас, чтобы Елена не сбивать, Елена закончит то, что хотела сказать основное, потом по вопросам, да, пройдемся? Да, вот если есть вопросы сейчас по продлению, давай сейчас. Ну, здесь не про продлению, а если я студент на языковых и не надеюсь на работодателя, хочу открыть ИП, когда начинать процесс? Ну, вы можете начинать этот процесс в моменте, когда вы еще студент, на 30 часов, вы можете написать бизнес-план, и вы можете запросить право на работу к студенческому пребыванию. Я всегда рекомендую это делать, потому что получить ИП из студии всегда проще, чем получать его, ну, раньше через 3 года, а сейчас через, там, год, или когда вы закончите свое обучение. Почему? Потому что, когда вы студент, то вот этот доход от предпринимательской или любой другой, там, трудовой деятельности, он не является источником вашим для проживания в Испании. Вы показываете все равно сумму денег на счете, которая гарантирует ваше проживание в Испании на период обучения. И здесь вам не нужно показывать сразу хорошие доходы, обороты, платить много налогов, просто того, чтобы показывать, что вы работаете, да? То есть, ну, попробовал, хорошо, не пошло, и бог с ним. То есть, студенты, как и раньше, имеют право запросить право на работу, хоть как ИП, хоть по контракту, будучи студентами, да? Тем, кому оно не дается автоматически. А вот, когда вы закончили свое обучение, и у вас уже этот период было работающее ИП, вы реально получали доход, вы реально уже платили сигуретацию СИАЛ, там, и РПФ, и НДС, то миграционным органам гораздо проще вам поверить, да? Потому что вы не просто бизнес-планы говорите, а я буду заниматься тем-то, тем-то и тем-то, да? То есть, вы этот бизнес-план уже написали, пока были студентом, вы его уже опробировали, вы его уже ввели в жизнь и показали результат этого бизнес-плана в виде реальной предпринимательской деятельности, оплаты налогов и всех сборов и всего, что было нужно. И, конечно, тут вы гораздо проще из студенчества переходите сразу в ВНЖ с правом на работу как автонома. Какое здесь очень важное изменение, что если раньше нужно было показать, необходимо было показать инвестиции в будущий бизнес, и плюс к инвестициям нужно было еще иметь деньги для того, чтобы проживать в Испании, содержать свою семью, если были, если есть члены семьи какие-то, то сейчас убрали вот это условие, что необходимо плюс показывать деньги на проживание и содержание семьи. Сейчас в целом нужно показать определенную денежную сумму, которая будет засчитываться и в счет инвестиций для будущей предпринимательской деятельности, и на эти же деньги теперь можно жить. Понятно, что это тоже все очень субъективно и оценочно. И, конечно, бизнес-плана для того, чтобы стать индивидуальным предпринимателем в Испании, нужно показать деньги, и чем больше, тем лучше. Эта формула работает всегда. То есть, если вы показываете всего пять тысяч, а при этом у вас жена и двое детей, и экстранхирия об этом прекрасно знает, потому что, ну, если они находятся здесь в легальном статусе, то, конечно, сложно поверить, а бизнес-план у вас, я там не знаю, открыть сеть магазинов, да, то на пять тысяч особо не разбежишься еще плюс с тремя иженцами. Поэтому логично все должно быть. И, конечно, это требование, как бы, снижение требований по сумме, именно, что не надо дополнительно еще иметь что-то для жилья, это, конечно, очень хорошо, но я не рекомендую в этом моменте всем сильно расслабляться, да, то есть, с пятью тысячами евро, с тремя иженцами заявить бизнес-план об открытии сети магазинов, там, не знаю, парикмахерских салонов красоты, конечно, ну, понимаете, да, что нет вот этого разумного. И, конечно, оценить конхерии зацепиться. То есть, как бы, требования-то они снижены. А требования о возможности приехать учиться как студент и взять с собой семью? Не умеется ли, если, например, один студент приезжает, а с ним супруг или супруга и ребенок? Ну, здесь ничего не изменится. Все так же через комплект, только воссоединение через свою страну. в этом плане сегодня вот у меня было две консультации как раз тоже со студентами, то есть со территорией Испании могут подаваться также только студенты, члены семьи студента по-прежнему через консуль Испании в стране проживания. Да, к сожалению, здесь вот это было бы, конечно, прекрасно. Хотя бы, я не говорю, что там какие-то кардинальные изменения, но хотя бы при переезде семьи разрешили бы деткам до шести лет тоже здесь как-то подаваться, да, то есть хотя бы трех лет вот эту школу инфантиль признали бы тоже как в дальнейшем приводящих к получению документа государственного образца, потому что это печаль, когда едет семья с ребенком или двумя, которые старше шести лет, и у них еще малыш до шести лет, что с ним делать? Получается, семье приезжать получать здесь, выезжать в консульство, получать на ребенка с теми же россиянами сейчас не Москва, не Питер, очень сложно с записью, а запись нужно все равно как-то брать, в общем, это огромная проблема, и либо семьи решаются ехать и вести ребенка нелегально, просто все-таки думают, ну ладно, ладно, как-нибудь мы решим, вот это пробел огромный, его так и не закрыли, к сожалению, этим нам жизнь никак не упростит, и вот сейчас говорили о членах семьи, так вот, когда переходит в ВНЖ рабочие, да, по контракту или как ИП, такое не сказано, если его дохода достаточно, он может перевести с собой, как бы поменять статус и членам семьи, которые были с ним в статусе члена семьи студента, понимаете, то есть приехала семья, папа, студент, мама и ребенок как члены семьи студента, они воссоединились у себя через свою страну, они получили через консульство, и вот классическая ситуация, как сделали, чтобы не переплачивать за курсы студенческие, за курсы языка, папа отучился год на языковых курсах, и с учетом того, что он какой-нибудь интересный специалист, а теперь еще и знает испанский язык, его какой-то работодатель принял на работу, все, с ним подписали контракт, и он получил ВНЖ с правом на работу, что делать маме с ребенком, которые здесь были как члены семьи этого студента, папы, так вот, если дохода папы достаточно для того, чтобы содержать жену и ребенка, то он может им, то есть, то им можно также взять статус ВНЖ такой же, как будет иметь папа, то есть, раньше члены семьи студента никогда не могли с территории Испании, то есть, у них был один выход, только по райгу, да, то есть, ну, их некуда было девать, у них был особый статус, абсолютно привязанный к студенту, но если студент потом мог делать модификацию, то члены семьи не могли ничего делать, либо выезжай, либо по райгу, суси, уже здесь подавайся, то теперь члены семьи студента также могут перейти в ВНЖ с правом на работу, если у папы, там, у студента, который переходит, достаточно денежных средств, а денежные средства в этом случае мы считаем по правилам реагруппасион фамильяр, то есть, в законе написано, что правила для перехода членов семьи за студентом, который получает ВНЖ с правом на работу по суммам, те же, как у реагруппасион фамильяр, а это у нас 150 и прем на первых двух человек и плюс 50 на каждого последующего, то есть, в евро это у нас будет 870 на двоих и плюс сколько это у нас по получится зарплата, сейчас мы быстренько посчитаем 570 я скажу 590 1160 да, то есть, если папу взяли на работу с зарплатой в 1160 евро, то он, а это получается, смотри на минуточку, как совпадает с минимальной среднепрофессиональной зарплатой, которая у нас сейчас 1160, да, то есть, тогда папа имеет право оформить ВНЖ и своей жене и ребенку, ну, как бы не папа, да, они имеют право запросить за ним вот это ВНЖ с правом на работу, вот это тоже очень такая существенно облегчающая жизнь мы пройдем, кто едет. Да. Я не могу на такой положительной ноте не воспользоваться рекламной паузой. Друзья, вы с нами можете купить курсы дешевле, чем напрямую в школе, и судя по всему, сейчас это будет самый легкий путь по переезду и адаптации не только лично, а с моей всей семьи, а с нами еще и курс можно купить дешево. Это просто, как мы вовремя понимаете эту тему. Да. Это замечательно. Так, так, так. Вопросики дальше можем пока ты ищешь, чтобы мы тебя... А если три года заканчиваются 17 августа, а мы подарили документы на модификацию на рабочую визу по ИП две недели назад, новый закон будет распространяться на нас? Заранее благодарю. В законе сказано так, что если вот в этот переходный период, пока он принят, и вступает, то есть все заявки, поданные до вступления в закон вот этих поправок в силу, они рассматриваются по закону, действовавшему на момент подачи заявки, за исключением случаев, если новый закон дает более преимущественные возможности, да, то есть лучшие возможности. То есть, если сейчас они подали на модификацию, то они в модификации ничего не поменялось. В модификацию они так и получат, на какую там они, не знаю, подали, то есть подача и в тянь, она никак не поменялась. А вот если те, кто подал на продление, например, ВНЖ с правом на работу и подали их, допустим, не знаю, там в июле месяце и до сих пор еще решение не вышло, так вот сейчас уже им продлят всем не на два года, а сразу на четыре. То есть, если бы ты сейчас продлялась и, допустим, 25 июля мы бы подали заявку на продление на два года, думая, что мы сейчас продлимся на два года, а 20 июля публикуют эти поправки и 16 августа они вступают в силу, так как четыре года по поправкам это условие лучше, чем два по старому закону, ты бы сразу получила четыре года. И так сейчас получат все, я надеюсь, в законе так написано, получат все, кто находится в процессе продления ВНЖ с правом на работу. Хоть поркуэнтапропиа, хоть поркуэнтахена. Понимаете? То есть, правило такое, если вы подаете заявку и она еще не рассмотрена и с учетом новых поправок закон дает вам нечто лучшее, больше, шире прав и лучше, чем было в старом законе, то обязаны рассмотреть по новому законодательству. Если, если заявитель не попросил как бы об обратном или если заявитель просит не применять новый закон, или наоборот, он может попросить его применить. Вот. Поэтому, ну, естественно, все будут просить лучшего. Поэтому, по идее, в самом законе заложена как бы вот это его, ну, скажем так, обратная сила при установлении лучших условий для заявителя. Я тоже считаю, что это прекрасно. А пятилеток ничего не коснулось? Нет. Направление на пять лет когда? Когда нам повезет? Там-то уж такой путь если бы сейчас или просто Да. Поэтому, когда мы доходим до Ларго Дурасьон, то все, мы можем выдохнуть, потому что работали мы или нет, были мы на лукративе или нет, мы показываем паспорт, в котором должно быть штампов об отсутствии в Испании не больше 300 дней. Вот за этим следим как отче наш. Если вы при этом рекомендуете штампы на влет и на вылет, не считать, то есть считать их в те 300 дней, как будто вас тут не было, потому что разные экстрансерии в разных провинциях считают по-разному, честно скажу, чего я только не видела. Поэтому считаем все дни отсутствия в Испании и четко 300. Должно быть меньше, чем 300 дней. Тогда вы получаете Ларго Дурасьон вообще без проблем, поэтому тут менять нечего, тут пусть не трогают, ради бога. И так все хорошо. Ну а 10 бы сразу уже. Раз всем какие-то бонусы раздают, тоже что-нибудь. Надо сразу прождать после 5. Самый болезненный вопрос. Как открыть счет и положить эти 8 тысяч под каким предлогом? Даже мне интересно, знаешь, я уже устала от этих счетов. Интересно, знаешь. Нет, ну счета можно, да, показываете, что вы эти деньги легально заработали, заплатили налоги. Худо ли бедно, но по крайней мере потихонечку счета мы сейчас открываем. Не так активно, не в таком количестве, как раньше. И деньги приходят, деньги зачисляются. Когда отпуска закончится? Когда откроется? В этом году поздно. Дети приходят в школу сентября, поэтому отпуска закончатся в общей массе 12 сентября. Но вот банк, с которым я сотрудничаю, я думаю, большинство также сотрудничают с ним. его директор уходит в отпуск до 12 сентября. Поэтому сейчас уже она уходит 22-го, но сейчас она уже тоже счета практически не открывает, потому что, по сути, она одна осталась. И вот я была у нее на прошлой неделе в четверг, у просила открыть один счет, потому что у меня горит ВНЖ в консульстве в Москве, а без счета мы сейчас никуда. Вот просто умоляла, она дала согласие, этот один счет открыть. Но больше сказала, все дальше до 12 сентября. К сожалению, но... Завтра поедем тоже пороги отбивать. У нас есть два клиента. Да, за родных, дорогих клиентов, которые нас об этом очень просят. Окей. Так, дальше пошли. В общем, справа... Вопросики просто, может быть, будет с твоими пересекаться сразу, чтобы мы и на вопросы ответили. У нас такой диалог. Мария, Мария, спасибо за ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, можно ли подавать на автонома на второе продление с правом на работу? Не поняла. Автонома... Скажите, пожалуйста, можно ли подавать на автонома на второе продление с правом на работу? Ну, автонома, это уже право на работу на себя? Что имеется... Подождите, пожалуйста, вопрос... Наверное, поркуэнтопропиа имеется в виду. Когда было. Ну, как я сказала, теперь вы подаете на продление поркуэнтопропиа, вы автоматом получаете поркуэнтопропиа. Подаете поркуэнтопропиа, автоматом получаете поркуэнтопропиа. По крайней мере, так написано в законе. После ноли протива можно ли сразу работать как ЭП, либо только по контракту? После ноли лукратива когда? Если после ноли лукратива уже получив ларго-дурасьон после пяти лет, то да, его дают автоматом с права на работу без ограничений. Что значит после ноли лукратива? В каком моменте? Ноли лукратива обычно длится пять лет. Год, два, два. После года можно сделать модификацию на право на работу. Поэтому тоже не совсем понятен вопрос, потому что после ноли лукратива это промежуток как минимум в четыре года. Вот в каком моменте? Елена Вербицкая. Добрый день, студент ПМЖ Чехии. Как? И вопрос прервался. Ну, наверное, как получить студенческую визу в Испании? Или не знаю, что? Если не граждать. Да, никак не влияет. Супруг студента может оформить воссоединение на территории Испании или обязательно в Течь Москву? Здесь уже ответили, только в Течь Москву. Да. Я извиняюсь, что... А, я извиняюсь, а студенты... Так, студенты вузов уже 16 августа могут работать 30 часов в неделю без дополнительных процессов? Студенты вузов, да, без дополнительных процессов. Все студенты вузов, которые будут получать свои авторизационные решения о выдаче студенческой эстанции после 16 августа, я так понимаю, у них у всех будет написано ауторизатора ВАХА. Посмотрим, я надеюсь, что это будет так. По закону это так. Под каким основанием открывать счет... Под каким основанием открывать счет в банке и счет в банке? Я не повторяюсь, я не повторяюсь. Вы это в студенты. Под таким, которым... Да. Как бы мы сейчас счета в банке не обсуждаем, поэтому со счетами в банках сейчас сложно. Правила, установленные законом испанским о противодействии отмыванию денежных средств. Вот этот славутый закон у всех банке и капиталис. Их никто не отменял. Ни в пандемию, ни в войну. Их всегда надо выполнять. С точки зрения правил открытия счетов ничего не изменилось. Нужно подтвердить, что вы получаете регулярный, стабильный, достаточный налогооблагаемый доход. То есть он должен быть легальным, и вы должны заплатить за него налоги там, где вы его получили. И предоставить для этого, об этом, соответствующий документ. Налоговую декларацию. Не знаю, в каждой стране свой документ. Но обычно общее название везде, это налоговая декларация за прошлый, полностью закрытый финансовый год. Поэтому вот с этими документами вы идете в банк и пытаетесь открыть счет. Что изменилось сейчас, это только количество банков, которые работают с теми же россиянами, с белорусами. И у украинцев тоже есть свои сложности. Теперь, например, просто открыть счет под доходы в Украине, вот, ну, как-то очень сложно стало. У всех начинают требовать эту временную защиту. А у меня есть клиенты, которые живут в части Украины незатронутой войной. У них продолжает идти бизнес, у них все хорошо, и они хотят перевезти сюда чистые заработанные деньги и купить здесь квартиру. Так почему-то банки говорят, нет, давайте, если украинский паспорт, временную защиту. Я говорю, да, она им не нужна. У них ее нет, они здесь не живут, они продолжают жить и работать в своей родной стране. Как так? Так не бывает теперь. Ну, как не бывает? Ну, то есть, сложно. с Украинцами для банков довольно сложная ситуация. Мы открыли братовый счет в Сан-Тан-Дель, вышли, рады, нам за 15 минут открыли и за 15 минут нам его закрыли. Просто его отбила из приложения и все. Мы начали звонить на видео, говорить, вот только к тому человеку обращайтесь, кто вам открыл, в итоге нам никакую внятную причину не дали. И я так предполагаю, он из Мариуполя, что, возможно, Мариуполь уже, а так действительно, многие банки отнесли некоторое деление к территории России. Мне это немножко странно и очень возмутительно, удивительно, но тем не менее, это факт. Многим Мариупольцам отказывают от открытия счета. В том числе, моему брату, но причину они нам точно не сказали, но я думаю, что, возможно, одна из них. Так, если я прилетела в Испанию, я плачу курсы на 7-8 месяцев, а дочь 12 лет в школу, где подавать все документы? Вы можете подавать документы здесь онлайн, удаленно, здесь, на месте. Если курс покупаете с нами, мы вам все поможем. Сохраните, пожалуйста, эфир, это так важно. Мы очень постараемся. Если ничего не случится, технические сложности, все будет на месте. Пожалуйста, задайте вопрос про студентов курсов на 7-8 месяцев ребенка, который будет в школе. Вот как раз ответили. Я думаю, здесь ничего не изменилось, насколько я понимаю. Все так, как и было. Документы, где подавать, а сколько надо по обеспечению для проживания, чтобы показать на счету. Для проживания дополнительно имею в виду, сумма же не изменилась, значит, то есть минимальная сумма это 7000 евро, но мы всегда рекомендуем больше, то есть 7500, если 8000, вообще хорошо. Да, да, здесь ничего не изменилось, да. А на ребенка в этом случае она показывает, они же как и две отдельные визы подают, или считают по-другому здесь заход? на ребенка так же отдельно, потому что это отдельный студент, то есть если мы всех, кого мы подаем, это отдельный студент. Смотрите, давайте вернемся еще к продлению права на работу. Появилась следующая возможность продлиться с правом на работу, если ты сам не работаешь, но есть работающий супруг, то есть, например, семья, муж и жена. Муж продолжает работать, жена, там отработав, допустим, определенное количество месяцев, была уволена, и к моменту продления своего ВНЖ с правом на работу она не нашла новой работы, то есть не смогла выполнить это требование. Так вот опять же, если супруг, если супруг продолжает работать, то по тем же правилам реагруппасион фамильяр, то есть 150 прем на двоих и плюс 50 на каждого ребенка последующего, можно продлиться жене, которая не нашла нового контракта. Вот этого раньше не было, понимаете? Вот это тоже интересный и важный момент. Вот. И без контракта можно продляться, если доказал, опять же, что отработал 9 месяцев из 12 или 18 из 24, и тебя уволили не по твоему желанию. То есть тогда предъявление нового контракта при продлении тоже нам уже не нужно. И если это женщина и была вот эта виоленция де хейнерон, то есть как там оно, насилие и так далее, да, то тогда тоже продляют без предъявления нового контракта, если доказать, что вот отношения, вот было бы что-то такое вот нехорошее. Вот. Так. Все, значит, с продлением все понятно, да, то есть упростили и очень упростили саму процедуру, да, то есть снизили количество требований по отработанным месяцам и увеличили срок продления. Дальше хотелось бы сказать про воссоединение семьи, а потом у нас еще целых четыре типа Арайго, я не знаю, как мы, нам, наверное, надо на два эфира разбить, мы же больше часа. по-любому, да. Надо будет. Потом мне сохранить Инстаграм. Да, ты смотри, следи за временем, чтобы мы вовремя вышли, сохранили и войдем заново тогда. Я даже не помню, сколько мы начали. Ну, где-то в сорок, ориентируйся на сорок пять минут. Хорошо. Да, у нас двенадцать. Да, еще минут десять и надо будет выходить. Как раз скажу про реагруппасион-фамильяр и в следующем эфире поговорим про Арайго тогда, про четыре типа, тоже связанный с обучением. Так вот, что касается реагруппасион-фамильяр, это очень такая насущная тема, то есть это мы говорим о реагруппасион-фамильяр. Допустим, если супруг резидент, а есть супруга, которая продолжала проживать в своей стране, да, или наоборот, чаще распространенная ситуация, супруга с детьми президента Испании, нужно им присоединить папу, который проживает в третьей стране, или родители здесь нужно присоединить ребенка. Соответственно, здесь какие общие правила не изменилось по деньгам, то есть нужно показать те же сто пятьдесят и прем на двоих и плюс, вот как мы сейчас посчитали, по пятьдесят процентов на каждого последующего, то есть тысяча сто шестьдесят, например, если воссоединяется семья из трех человек, то есть один уже здесь, например, двух присоединяет, два уже здесь, одного присоединяет, но эта сумма может быть снижена решением самих органов экстранхерии в том случае, в том случае, если этого требуют интересы несовершеннолетних детей, как здесь сказано, его физико-эмоциональное развитие, да, то есть как бы состояние, даже физико-эмоциональное состояние семьи воссоединяемой, да, если ну вот это воссоединение, оно в лучшем случае поспособствует дальнейшей жизни семьи, да, ну то есть денег нет, а вместе быть хотим, другими словами. Правильно? Да, по гуманитарным причинам, особенно когда присоединяется несовершеннолетний, вот эта сумма, она предусмотренная, она может быть снижена. Здесь, конечно, с точки зрения математики у меня не все сошлось, потому что изначально получается снижено так, что получается больше, чем нужно на двух человек. Но если мы говорим о большой семье, которая воссоединяется, то, конечно, да, тогда гораздо выгоднее получается. то есть если присоединяется, присоединение речь идет о несовершеннолетних, о несовершеннолетних, то сколько бы их не было, сколько бы не воссоединялось, достаточно, чтобы у того, кто присоединяет, была минимальная среднепрофессиональная заработная плата, то есть 1166 евро. То есть, например, если воссоединяются двое супругов, то там нам выгоднее брать 150 прем, потому что это будет всего 870. Но если, например, мы воссоединяем папу и двух-трех детей, или там маму и двух-трех детей, а здесь работающая только мама или папа, то нам достаточно будет 1166 евро на всех, сколько бы мы не присоединяли в данном случае несовершеннолетних детей. И также если присоединяются, то есть, вот первый случай, это когда только несовершеннолетние присоединяются. И во втором случае, когда хотя бы один из них несовершеннолетний, то тогда можно показать за предыдущий год годовую сумму, вот есть в Испании еще такой показатель, как ингрессо минимум виталь, то есть минимальная прожиточная сумма, необходимая для жизни в Испании, которую стали многим выплачивать пандемию, экономически слабым семьям и так далее. Так вот, нужно показать, что есть за предыдущий год доход в сумме 5 899 евро, это годовая сумма вот этой гарантированной жизненно необходимой суммы в Испании. и плюс 10% на каждого последующего, да, присоединяемого вот этой суммы, то есть получается 590 евро, и так максимум до 150% вот этого ингрессо минимум виталь, аннуаль, да, то есть в годовом исчислении. Ну, то есть за конкретными суммами, конечно, для расчета каждой семьи нужно обращаться уже конкретно с калькулятором на индивидуальных консультациях и разборе ситуаций, но в целом сейчас я должна сказать с экономической точки зрения воссоединить большую семью, а ко мне обращаются такие семьи, да, когда не хватает реально зарплаты на воссоединение всех, и что же тогда делать, ой-ой-ой, вот теперь выход найден, то есть теперь законодательно установлена возможность снижения этих сумм, причем значительно, когда речь идет о воссоединении семьи, особенно с участием несовершеннолетних. Вот, что я хотела сказать по поводу реагруппацион фамильяр. И, естественно, все, кто присоединяются в режиме реагруппацион фамильяр, получают тот же срок, что имеет резидент, который здесь получает, который здесь проживает, и автоматически с правом на работу в любом качестве. Вот, это тоже важно, но это... просто... А? Да, но это так и было. Случайно, выборы ведь скоро, что же какие-то прям какие-то папки изменения, что-то пахнет политикой, что-то... Кто-то себе баллы набирает. Смотрим, как это заработает на практике, посмотрим. Так, ну что, наверное, выходи, сохраняйся, и заходим заново, и будем... Я предлагаю, друзья, предлагаю так, у нас, мы все это время, у нас практически постоянно было 65 человек примерно, я просто очень рада, мы очень давно не были в эфире, и 65 человек одновременно, очень круто. Сейчас, мое предложение, так как сейчас уже практически 8 часов, у нас остались некоторые неотвеченные вопросы, я предлагаю сегодня, так как у нас разница еще с другими странами, возможно, где-то уже очень поздно, и кто-то остается, потому что думает, что мы не выйдем. Как вам идеи, если мы завтра подробно, чтобы не бежать никуда, разобрать подробно вот этот блок, который стал, Araygo Social, чтобы мы разобрали это, допустим, завтра или в среду, чтобы не бежали по лопам по Европам сейчас, так как уже люди будут более 2 часов онлайн, я думаю, что многие переизбуток информации получат. Как скажете, да, потому что мы завтра тогда рассмотрим серьезные изменения в 4 типа Araygo, и одно из них... Как у тебя завтра утром со временем? Ой, с утра точно нет. В общем-то, завтра у меня так все уже очень плотненько, конечно. А среда? У меня завтра тоже среда, если мы сейчас, друзья, ответим ваше сообщение. Хорошо. Глобально мы в среду или в среду, скорее всего, в среду у тебя есть просто время, согласуем? В среду я могу, но к тебе приехать не смогу. Вот так я истинно. Сделаем так же, сделаем так же. А сейчас давай быстренько, вот буквально в режиме, пока у нас там остается пару минуточек, буквально в режиме тест-драйва, как правильно сказать, экспресс, экспресс-ответов, быстренько на вопросы. По временному убежище украинцам выдали мне есть право на работу один год, но при этом тие на два года, когда нужно оформлять продление ВНЖ по стечению срока ней и тихие. Вот эта белая бумажка А все должно совпадать? Нет, не совпадает. Белая бумажка на год, а пластиковая на два. Это парадокс. Серьезно? Я даже такого не знала, честно. Да, я пока тоже не знаю, да. А, вообще? Говорят, да. Пока информации нет, будем искать, да. Логично, логично продляться, когда заканчивается карта. Только почему я бы для перестраховки это у всех так или это только у конкретных? У всех, у всех. У меня не у всех, да. Значит, было какое-то изменение, которое мы просто не видели и не отследили, что изначально первичное ВНЖ тогда вот по временной защите просто дали всем на два года. Ну, до сих пор дают новые эти белые бумаги с ней, дают на год, а карты на два. То есть, это не то, что раньше два года, а на два. Ну, тогда надо просто написать в экстранхирею, где их дают, и сказать, почему, вот, приложить решение и приложить скан-карточки и спросить, почему такое несоответствие. Я, честно скажу, не могу сказать, я не знаю. по идее, что быть не должно быть не должно быть. Я только с ошибками сталкивалась у клиентов, когда полиция просто ошибалась в единичных случаях, и мы эту ошибку исправляли. А чтобы вот так было массово... Пока точной информации нет. Можете у нас... У меня есть канал Telegram для украинцев, куда я уже не так часто пишу, но если что-то важное вижу, обязательно туда пишу. И отслеживая важные изменения, если что-то как только найдем, я обязательно сообщу, потому что у меня семья тоже из Мариуполя и меня это лично волнует тоже. Сейчас у меня закончится карточка, которую получила по Орайго Сусян с контрактом. Сейчас нужно будет делать модификацию или продлевать. Или продлевать. Про Орайго тогда мы решили, что мы оставим этот большой блок на следующий день, буквально через пару часов после окончания эфира я напишу. Просто еду через буквально 40 минут, нужно выехать по важным праздничным делам. То есть просто прийти в банк 2 НДФЛ и налом открывать счет нереально? Ну... Нала? 8 тысяч нужно подтвердить. То есть надо понимать, нужно больше информации, но с налом я ходить не рекомендую. Конечно, при открытии счетов позволяют положить какую-то денежную сумму разумную, там до 2 до 3 тысяч евро в зависимости от ситуации, но... Но, соответственно, вот прям, чтобы прийти и принести кучу денег наличными, это невозможно. Буквально вот сейчас за одну минутку отвечаю. А если на по нолу кратива предстоит продление на 2 года, то сумму на счете нужно показать на 2 года или уже на 4? И сумма в российском... По нолу кративе нет никаких изменений. Нолу кратива... Заткните уши и не слушайте. Никаких снижей не слушайте. Ничего нет. То есть, кто по нолу кративе, для тех наша встреча интересна только, если вы планируете делать модификацию с правом на работу. В остальном для вас ничего не изменилось. Просто ничего. Про соединение семьи мы тоже, так понимаю, рассмотрим в следующий раз. Я просто очень приглашаю, что у нас эфир не сохранится. Выключайся. Выключай. Да. Друзья, чтобы сохранить этот эфир и дать вам возможность получить качественные ответы, потому что сейчас в спешке можно дать поверхностный ответ, и вы, возможно, неверно трактуете некоторые слова. Мы переносим тогда вторую часть. Спасибо вам огромное за такую активность. Я сама не ожидала, что так тема зайдет хорошо для вас. Тогда в среду мы продолжим. Елена, наконец-то мы с тобой заново вернулись к этому делу. Хорошо? Все, друзья, будем благодарны, если поделитесь этим видео, подписывайтесь на канал Елены. У нее, кстати, для самых нетерпеливших вы можете уже сейчас у Елены найти три очень полезных публикации. Они уже сейчас есть у Елены. Перейдите к правово.валенсии. Они прямо сейчас есть там. Вы прочитаете и найдете ответы на многие вопросы. А уже уточняющие моменты мы с вами рассмотрим послезавтра, в среду. Анонс будет у меня. Думаю, Елена тоже в сторис поделится. И продолжим рассматривать все важные изменения. Елена, спасибо еще раз тебе огромное. Просто море информации. Ты провела огромную работу про работу все эти сложности, нюансы. Много чего интересного после завтра. Подписывайтесь на канал Елены. Оставайтесь с нами. Все, увидимся с вами послезавтра. Пока-пока. Всем пока. Теперь с Богом, чтобы ничего не пропало. Я ничего не буду трогать. Давай, выходи. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok